Мы только что приехали из регионов, где я проводила прием граждан. Действительно, по заработной плате огромные долги. И то, что у нас не учитывается это в стране и в регионе в самом, стараются это скрыть, это однозначно. А как же интересно людям жить, когда они даже свои вот эти маленькие копейки не получают. А мы говорим о том, что она действительно голодец и в прошлом году сказала 3 миллиарда с небольшим. Но это абсолютно не так. Поэтому первое, о чем добились уже, вот наши товарищи выступали и принято решение теперь. С шахтерами разобрались все-таки, им будут выплачены. Но это шахтеры, это особая статья. А вот то, что по всей стране простые люди не получают свои копейки, это безобразие. Этот вопрос нам нужно поднимать, и я думаю, что я сегодня его буду задавать премьер-министру обязательно. Кроме того, в нашем комитете он социальный, женский, детский, семейный. И все эти вопросы, естественно, к нам стекаются. Первый вопрос, который мы должны поднять сегодня на уровень тоже правительства, это молодые семьи. Мы говорим о демографической политике, мы говорим о том, что у нас должны рождаться дети. А как же, если посмотреть у нас количество разводов, больше, чем половина. Этот вопрос уже в Думе мы озвучивали. И как же у нас молодая семья будет жить, если она себе никогда не может позволить купить жилье. Поэтому, да, в правительстве есть тоже предложения. Они действуют, что у нас надо им давать льготные кредиты и так далее. Но это тоже не спасение. И тем более, что все это переложили на плечи региона. Второй вопрос, который у нас в комитете обсуждается, это дети-сироты. Дети-сироты получают сегодня жилье, но получают в основном вторичное, либо непригодное. А если начали выдавать хорошее, то на 5 лет. Но мы думаем, что это, наверное, правильно, потому что ребенок, который вышел из детского дома, он еще и распоряжаться-то не умеет, ни имуществом, ни деньгами нормально. Поэтому 5 лет это будет найм, а потом уже можно приватизировать. Однако этот вопрос стоит остро, потому что дети-сироты у нас, и в вузы поступают у нас, тоже есть проблема. Не все они могут учиться за эти вот средства, которые им небольшие степенди платят. Такое я вопрос вносила, когда бюджет рассматривали. Однако, сказали, таким образом ответ был, что, вы знаете, всем одинаково не надо. Давайте не одинаково, давайте мы сделаем малоимущим побольше стипендию, а тем, кто не нуждается, вообще не будем платить. Но, тем не менее, вопрос не двигается ни с места. Следующий вопрос тоже очень важный, это наши папы в основном, хотя есть и мамы, алюминщики. Общий фонд алюминтный не создается правительством, и у нас страдают, в принципе, дети. Потому что отцы скрываются в основном, и государство тоже на себя не хочет брать вот эти обязательства. Поэтому вопросов социальных очень и очень много. Но самый главный вопрос, его тоже уже озвучивали сегодня, это вопрос о том, чтобы заработная плата была не такой, какая она есть. Мы же боремся с коррупцией, мы же боремся с тем, чтобы у нас все было наглядно, честно, по-белому платили и так далее. Но, тем не менее, мы видим, что и черный нал еще действует, и вот эти вот конвертики еще действуют, и вообще не выплачивается зарплата, и она не приравнена к прожиточному минимуму. Ну и как учитель я не могу не остановиться на вопросе по образованию. Закон, который мы действительно вносим, наша фракция замечательный. Там 48 позиций, которые резко отличаются от того закона, который сегодня действует. И самое главное, я хочу, чтобы меня услышали и учителя, и родители. Это для них важно. Если мы не отменим вот это пресловутое именное государственное обязательство, когда выплачивается не столько, сколько нужно для существования школы, а только на отдельного ученика, у нас будут закрываться школы. Их 24 тысячи с половиной уже закрылись по стране, в основном сельские. Поэтому этого допускать ни в коем случае нельзя. Иначе получится так же, как с детскими садами. Их сначала закрывали, а потом программу давайте построим. Слава Богу, эта программа действует, и она в основном, хоть не полностью, но уже решена. Поэтому сейчас нам нужно обратить внимание именно на школьную программу.